Добрый день, уважаемые зрители Сиопульт ТВ. В эфире лаборатория поисковой аналитики, ведущий Михаил Слевинский. Рад нашей новой встрече. Мы давно не виделись. Сегодня мы поговорим со Стасом Ставским. Он руководитель, как вы знаете, руководитель веб-аналитики Auditor Group. Стас, привет. Привет, Миша. Сегодня мы поговорим про коммерческие факторы. Конкретно в поисковой машине Яндекс. Не так давно появилась довольно интересная статья, которую стоит почитать и из которой можно сделать определенные выводы. Стас, во-первых, мне хотелось бы задать тебе вот какой вопрос. Я недавно открыл для себя в очередной раз такое вот просто откровение было для меня, что многие оптимизаторы до сих пор сомневаются в существовании поведенческих факторов, коммерческих факторов. То есть, они вот, наверное, верят в ссылки и в тексты и вот в этой вере живут до сих пор. Вот как ты считаешь, может быть, это вообще все обман? Поисковые системы выпускают статьи, чтобы обмануть оптимизаторов и заставить их делать что-то не то? Ну, как известно, главное прописать правильные мета-кейвордс. То есть, многие оптимизаторы обращаются с таким вопросом, типа, как мне правильно оптимизировать мета-кейвордс. Ну, мифов много, конечно. Доказать существование поведенческих факторов, по-моему, совсем просто. Достаточно просто посмотреть, что говорит представитель того же Яндекса, того же Гугла. Они, в общем, совершенно не скрывают о том, что они используют данные по поведению пользователей. Есть такой термин «click-стрим», который приобрел уже достаточную известность и обозначает то, как ведут себя пользователи в поисковой системе. И это используется для улучшения ранжирования. Ну, это известно. Ну, тут понимаешь, какая история? Я вот недавно участвовал в видео-встрече про собственный коммерс от Гугл. И было много вопросов от веб-мастеров, в том числе и вполне себе интересных, содержательных. Но я понял, что, на самом деле, зачастую представителям поисковых систем не очень доверяют. То есть, когда они рассказывают чего-то, оптимизаторы часто пытаются увидеть в этом какое-то там двойное дно в этом, и трактуют как-то по-своему. Вот с твоей точки зрения, есть ли какие-то объективные признаки, которые могли бы говорить нам о том, что действительно поведенческие и коммерческие факторы есть, и вот как они могут проявляться? Статья в ведомостях от 2011 года, когда Яндекс наказал некоторое количество студий, использующих накрутку поведенческих факторов для раскрутки своих клиентов. Там черным по белому было написано, что вот использовались такие-то методики, ботнета, еще там что-то. И черным по белому написано, да, есть поведенческое, его там кое-кто накручивал, кое-кто пострадал, потом исправился, их, в общем, амнистировали. Какие еще требуются доказательства, я не знаю. То есть, пощупать, наверное, это нельзя, точно так же, как многие вещи в нашем виртуальном пространстве пощупать нельзя. Но это не означает, что их нет, да? То есть, суслик, он не виден, но есть. Да. Мне вот стало интересно, ты вот когда говорил о встрече с вебмастерами, встрече вебмастеров с представителями Гугла, ты употреблял то термин вебмастера, то термин оптимизатора. Мне вот интересно, ты ставишь равенство между этими двумя понятиями или все-таки это разные вещи? Недавно, я помню, было у нас очень содержательное обсуждение этого вопроса на одном форуме. Ну, как тебе сказать, и да, и нет. С одной стороны, многие вебмастера де-факто являются оптимизаторами, потому что наполняя свои сайты, управляя их содержимым и так далее, они влияют на поиск, влияют, соответственно, на трафик и так далее. Поэтому де-факто являются. С другой стороны, есть разряд оптимизаторов, которые стараются избежать лишних напрягов и проблем, стараются не очень думать о том, что нужно пользователю и поиску, и просто аккуратно создают тоннами сателлиты, спамят, какие-то дорвеи генерят. Это как бы не очень вписывается в канву вебмастерства. Но это очевидно оптимизаторы. Это оптимизаторы, да. Мне кажется, что есть такая категория вебмастеров, именно вебмастеров, не оптимизаторов. То есть те, которые, может быть, знают про форум Search Engines, может быть, что-то знают, но не являются его завсегдатами, не читают, не отслеживают какие-то новости в индустрии, просто узнают, что вот, да, может, ссылками обменяться, может быть, еще что-то сделать, контент, какие-то вещи. Вот такая категория вебмастеров, она совершенно определенно может не знать о существовании поведенческих факторов. Да, конечно. Потому что существование поведенческих факторов распространяется по каналам, которые отслеживают именно оптимизаторы. С другой стороны, в данном конкретном случае речь шла, конечно, о таких нормальных прожженных SEO-шниках, которые давно уже чего-то продвигают, какие-то у них запросы в топе и так далее, при этом они глубоко сомневаются в наличии таких факторов, и за чистую монету это принять не готово. Но на самом деле есть еще эти кейсы, я не знаю, насколько люди их замечают, но это же видно, когда на сайт начинает идти хороший релевантный трафик, потихонечку начинает расти органика. То есть, когда поисковая машина узнает о содержании и качестве сайта, она адекватно реагирует на это. Ну, по крайней мере, в Яндексе я довольно регулярно вижу такие кейсы, когда ничего специального не делали, сделали просто, налили хорошего релевантного трафика, и органика начала подрастать. Есть и обратный эффект, о котором говорили, кстати, на кибермаркетинге представители Яндекса, о том, что разметка вот этого сайта может угрожать безопасности вашего компьютера, может негативно сказываться на поведенческих факторах и, соответственно, на позиции сайта в результатах поиска. То есть, это было озвучено представителями Яндекса. Ну, мне кажется, что мы доказали существование поведенческих факторов. Тогда перейдем, собственно, к сегодняшней теме, к коммерческому разжированию. Ну, собственно, во-первых, о чем мы говорим, на что мы опираемся? Собственно, та статья, которая вышла и которую мы обсуждаем сейчас, мы на нее обязательно дадим URL, либо прямо в программе, либо потом в комментариях к программе мы обязательно URL закинем, чтобы все могли почитать и, соответственно, подумать самостоятельно. Стас, в чем суть этой статьи? То есть, какие параметры поисковая машина пытается измерить и как она пытается это использовать? Вопрос, конечно, очень объемный. То есть, я думаю, что мы на него будем отвечать в течение этой передачи. Ну, во-первых, наверное, нужно начать с названия этой статьи. То есть, качество ранжирования по запросам с коммерческим интентом. Можем примерно так перевести ее. Ну, да. Ну, первое, про что нужно, наверное, поговорить, это что такое коммерческий интент. Ну, очевидно, что запросы, которые пользователи набирают для того, чтобы совершить какую-то транзакцию в интернете, или что-то купить, приобрести, то это коммерческий запрос. Естественно, там степень коммерческости может быть разная. Ее можно измерить, степень коммерческости запроса, разными способами, я не знаю, может быть, это будет стоимость клика в директе по этому запросу, может быть, это будет конверсия, то есть, наличие каких-то конверсионных страничек и признаков того, что на сайте можно совершить конверсию. Ну, во всяком случае, Яндекс определяет степень коммерческости запроса и утверждается в этой статье о том, что для запросов с наличием коммерческого интента необходимы новые, более лучшие факторы. И что при наличии этих факторов мы будем, соответственно, более лучше жить, более лучше улыбаться. Слушай, вот это вот более лучше, это же началось с какого-то момента, да, когда такой вот мем-троллинг такой вот. Смотри, я правильно понимаю, что поисковой машине для запроса, который был отнесен к группе коммерческих, приходится каким-то образом релевантность итоговую посчитать как некоторую функцию от классической релевантности, там, да, тексты, ссылки, я не знаю, все что угодно, поведение пользователя и так далее, да, и вот этой коммерческой дополнительной релевантности, которая была посчитана. Это так. То есть, там именно взвешивается итоговая релевантность между двумя этими. То есть, как это внутри устроено, там, скорее всего, это, да, какой-то просто фактор, имеющий большой вес. То есть, возможно, это используется в качестве, там, какого-то фактора в Матрикс, знаете, может быть, это монома, там, да, вот в формуле релевантности. То есть, ну, это все технические, как бы, детали. Не знаю, как бы представляют ли они практический интерес. Вот, ну, я вот по поводу этой статьи, там, да, если, там, ну, дальше про нее говорить, то сначала в этой статье, там, да, рассказывается о том, собственно, как, ну, производится получение новых факторов, да, как, собственно, коммерческие сайты по-другому ранжируются. То есть, ну, в Яндексе они в какой-то момент поняли, что коммерческие сайты, они должны ранжироваться на основании других факторов и на основании, соответственно, других асессорских оценок. Вот, тут в статье рассказывается про то, что была введена новая шкала оценок коммерческих сайтов, там, да, вот по степень доверия, там, к сайту, там, ассортимент, там, на сайте, там, да, какие-то, там, дополнительные вещи, которые могут говорить о том, что сайт хороший с коммерческой точки зрения. Вот, и, ну, в принципе, об этом, как бы, Яндекс раньше рассказывал, там, на конференциях. Ну, вот, кубки, общеизвестные, да, в 2010, по-моему, году на кибермаркетинге как раз. Да, 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 вот началось это, да, суток, потом были другие доклады, там, все, в общем, про это же говорилось. Но эта статья, она интересна тем, что в ней впервые, как бы, да, приводится список конкретно фитчей, факторов, которые влияют на ранжирование в коммерческой выдаче. Вот, собственно, наверное, может быть, про список этот, да, поподробнее и поговорим, да, потому что именно обсуждая его, может быть, какие-то практические вещи сможем понять. Давай. Давай пройдем прямо по этому списку. При этом, вот, чуть-чуть возвращаясь на полшаг назад, да, вот про ассортимент и прочие вещи. Вот мне запомнилась вот такая штука, что релевантность считается как произведение ассортимента на вот такую вот сумму. Удвоенное доверие плюс юзабилити плюс дизайн плюс удвоенный сервис. То есть вот из этой конструкции понятно, с одной стороны, что почему вообще произведение? Ну, потому что доверие, юзабилити, дизайн и сервис – это вероятность совершить транзакцию, по сути, вероятность купить. А ассортимент – это, ну, вероятность найти ассортимент. Поэтому произведение этих вероятностей – это итоговая вероятность покупки успешной, да? Конверсия. То есть в итоге у нас должна конверсия получиться. Да. Вот что здесь интересно, что доверие и сервис важнее, чем юзабилити и дизайн. Вот с твоей точки зрения это, вообще говоря, ну, физический смысл этого есть какой-то? Доверие и сервис. Ну, очевидно, что есть, потому что, ну, без доверия и сервиса, что-то купить, да, очень проблематично, да, то есть… При этом юзабилити и дизайн могут быть в каких-то сегментах даже вторично, в общем-то, ну, по большому счету. Да, сателлиты такие, так многие делаются, то есть берется там какой-нибудь качественный дизайн, там, большой ассортимент, там, парсится там каких-нибудь товаров. Вот, но у этого сайта нет ни сервиса, ни, соответственно, доверия к этому сайту нет. Ну, вот, конечно, ну, сервисы доверия, они являются определяющими, хотя там дизайн и ассортимент тоже важны. То есть, на самом деле, важная очень штука, да, что юзабилити и дизайн можно, условно говоря, содрать, а вот доверие содрать трудно. Это вещь, которую вот надо как-то прожить вообще и создать на своем сайте. Это не вещь, которую можно просто взять и скопировать. Это штука, которая включает в себя и взаимодействие с пользователем, и его восприятие, и понимание его задач, и так далее, и так далее. То есть, надо быть экспертом во взаимодействии с пользователем в этой предметной области, и только тогда можно создать доверие. Да, ну, собственно, нулевому сайту поэтому сложно как-то, да, вот ранжироваться по серьезным коммерческим запросам. То есть, я думаю, там, ну, как бы фактор не только там возраст сайта, там, да, вот эти вот три года, там, про которые все говорят, там, да, но еще и коммерческие факторы есть, которые влияют, да, на аранжирование, там, да, вот с этой точки зрения. То есть, чем дольше сайт выдачит, чем дольше он предоставляет сервис, чем там больше позитивных отзывов, допустим, тем больше доверия, тем сильнее, как бы, доверие поисковой системы к этому сайту. Да, ну, я придерживаюсь такой же примерно точки зрения, но, то есть, вот отсюда мы можем сделать практически выводы какие-то, да, для того, чтобы понимать, что нам делать дальше. Стас, спасибо большое тебе за начало этой интересной, я надеюсь, для наших зрителей дискуссии. Мы продолжим немножко позже, во второй части программы мы поговорим о том, какие конкретно метрики и факторы могут использовать поисковые машины для измерения коммерческого качества документов и сайтов. Спасибо тебе большое и до будущих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok